Ловись рыбка большая и крупная. В Самаре прошли соревнования «Рыбалка без границ». Участие приняли 72 человека, которые разделились на 9 команд. Среди любителей рыбалки были люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны труда и боевых действий, а также пенсионеры. Самому старшему рыбаку Виктору Баранову 85 лет. На рыбалку без границ он приезжает пятый раз. Тут новых друзей, знакомиться. Ну и какой-то опыт, потому что у каждого рыбака какие-то секреты есть. Рыбалку без границ проводит городской департамент опеки и попечительства. Организовывают питание и транспортировку до места проведения. Это действительно доступное мероприятие для любого жителя нашего города, как для инвалида. У нас даже иногда участвуют колясочники в нашем мероприятии. Не все, конечно, здесь у нас профессиональные рыбаки, но все к этому стремятся. В 6 утра команды закидывают свои удочки, а через 5 часов взвешивают улов. Побеждать те, у кого он больше. Рыбалка без границ проводится 17 лет. За это время у участников сложились свои традиции. Например, после рыбалки все собираются за одним столом и едят уху. В этом году первое место заняла команда Рафаила Насырова. В этих соревнованиях он участвует впервые. Рыбалка – это отдых, это хобби мое, одно из моих хобби. И профессиональный подход просто ко всему. Интересуюсь рыбалкой, лазю в интернет, читаю книги, общаюсь в сайте с рыбаками. Ну, пробую, экспериментирую. Как бы двигаюсь вперед. Поэтому успех в этом и заключается. Ну, плюс везение, конечно, и хорошая команда, которая меня поддерживает. Кроме трех абсолютных команд победителей, наградили и трех участников. В номинациях «Самый большой улов», «Самый удачливый рыболов» и «Самая крупная рыба». Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.